На колонии незначимого праздника в поселке Жилаево произошло большое событие. Там появился мини-сквер, открыли его в торжественной обстановке. Правда, есть один нюанс. Место отдыха пока безымянное. Но его тематику выберут сами жители. Все подробности далее. Пять соток полностью облагороженной территории. Скамейки, освещение и зеленые насаждения. Что еще нужно для приятного отдыха? Открытие мини-сквера для жителей большой праздник. Они его давно ждали. Перед официальным перерезанием ленты на площадке организовали небольшой концерт. Собралось немало сельчан, которые остались довольны торжеством. К слову, сквер пока безымянный. Однако имя предлагают выбрать самим желаяцам. На сегодняшний день, построив данный сквер, у нас здесь нет мест памяти. Мы вообще планируем провести сход граждан, жителей села, и на этом обсудить. Потому что мы в самом сквере, если вы видели, установили пьедестал. Но не устанавливали ни плиту, никаких объектов, ничего мы не устанавливали. Потому что мы хотим это предложить народу, чтобы народ сами выбрали, что они захотят установить. То мы постараемся все это воплотить. Вообще, наше предложение, во-первых, данный сквер назвать сквером победы. Потому что это, во-первых, история, это память, потому что Великая Отечественная война, она затронула, я считаю, каждую семью. Вот момент долгожданного открытия. Сельчане незамедлительно ринулись изучать новое место отдыха. Всеобщее восклицание красота хорошо передает общее настроение и оценку мини-сквера. Это, в первую очередь, долгожданное. Настроение у нас очень большое. В каждом году оно все увеличивается у нас. Конечно, это очень приятный подарок хороший. Есть куда сходить вечером прогулять с семьей, с детьми, с внуками. Я надеюсь, что наш Акимат в дальнейшем на этом где остановится. Будет наш поселок только процветать. Надеюсь, что в дальнейшем еще, конечно, нам нужен еще дворец культуры. Вот сегодня зам Акима выступал. Дорогласан Галериевичу пообещал, что этот вопрос будет решаться в дальнейшем. Стоит отметить, что стоимость сквера оценивают в 12 миллионов тенге. Это бюджетные средства. В дальнейшем в планах открыть в поселке ДК, поскольку мест досугов Жилаева не так много. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.